Виздиор, привет! Так, народ соединяется, подключайтесь обратно, кто? Хорошо. Запрос на участие Муратова. Я в Алма-Ате нахожусь сейчас. Виздиор, привет! Это вопрос к Наде, наверное, это я откуда-то знаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут? Меня Айнура зовут. У меня карма прямая, Айнура везде. Рассказывайте. Я вот просто вам писала, там писала, у меня проблема 10 лет бесплодия. Ну, врачи как говорят? У врачи, в принципе, по анализам у нас с мужем все в порядке. Угу. Угу. Там есть небольшая яичниковая недостаточность. Тайко уже сколько раз делали, все никак не получится у нас. У тебя моменты в жизни были, что ты жить не хотела? Нет. Нет. Таких прям моментов не было. Хорошо. Это легче. А то, что детей там не хотела или какие-то установки говорили, не рожая там или рожать боишься, откуда это все? Установки? Страх родов есть вообще? Нет. Врешь. 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 Ну, я сейчас на все готова. Я готова и пятерых родить. Мне как-то... У тебя прям через экран был страх видно в глазах. Ты потом эфир пересмотри, да, это прям чувствуется резко. Человек прям подвисает аж. У тебя есть куда плевательные салфетки или там что-нибудь рядом, чтобы ты потом не бегала? Пакет и какой-нибудь куда плеваться? Ну, это на всякий случай. Давайте за пакетом сбегу. Давай, давай. Возьми пакет, возьми салфетки или туалетную бумагу какую-нибудь, чтобы можно было склевывать. Все, готово. Теперь телефон как-то поставь так, чтобы тебя было видно, но чтобы у тебя руки были не заняты. Сейчас, минутку. Вот так меня видно? Ты чуть подвисла, а так... Ну, не знаю. Звук есть, а картинки нету. Я вас хорошо вижу. Видно меня? Нет, не видно, но в принципе пока этот, я думаю, как-нибудь отвиснет. Девушку зовут Айнура. Спрашивают. Тебе меня слышно нормально, я тебя слышу, ладно? Ты вставай, закрывай глаза, просто дыши, ладно? Мне встать? Мне встать? Вдох через нос. Вдох через нос. Лучше стоя, по идее, там, этот... Так быстрее. Вдох через нос, выдох через рот, просто дыши глубоко. Я буду разговаривать с подписчиками, это просто дыши. Когда я буду обращаться, я тебе прям по имени буду, ладно? Спрашивай. Чтобы ты понимал. А в слое пока, ну, как-то этот там, подключайся пока. Нет. Наши глубоко. Вдох. Ага. Выдох. Еще вдох. Так, Айнура, это другая, я сейчас не к тебе. Ты меня, пожалуйста, потом дождись, давай в эфир выйдешь. Еще вдох глубокий. Подышал я сопли, пересадил дыши. Это хорошо, круто. Айнура, дыши глубже. Выдох. Вот очередь. Меня видно, да? Почему-то у меня-то висишь. Айнуру кто-нибудь видит в эфире? У меня прям подвисло сильно. Видно. Айнура, ты можешь камерой поиграть? Сначала туда фронталку включить, потом обратно. А то что-то, я думал, он отвиснет, он не отвисает. Я вас хорошо вижу. Нет-нет, свою камеру ты на себя направь, сначала на внешку, а потом на фронталку обратно. В правый нижний угол есть кнопка такая со стрелками. На нее надавить, камеру туда приобрести. Ты сама себя видишь что-то, да, в этом экране? Я себя вижу, да, и вас вижу. А мы тебя чуть не видим. Нажми на фронталку. У меня здесь нет, у меня только опубликовать. Нет. Там, смотри, на экране, внизу, правый нижний угол. Стрелки такие по кругу. Увидела? Видно? Нет. Ну все это с интернетом что-то, или у тебя, или у меня. Ну ладно. Я вас хорошо вижу у себя. Ладно, пусть это на душе просто. А вы меня не будете видеть, получится, да? Получится. Просто так не интересно, а так, да? Я до этого дышала с Муратом. Ага. У меня ноги не мели, нос щипел. А ты Муратов жена, да? Или что? А, нет. А тут смотри, я вас пожилю так. Я его просто... Я просто сейчас его смотрела и вместе с ним дышала. Ага. Давай я тебя, может, выключу и опять подключу. Ты свой этот скажи, как его, ник? Как? Ник скажи свой. Муратова. Какой? Муратова. Нет, в этом, в Инсагайме ты как называешься? Муратова. Давайте еще раз постучись, пожалуйста. Давай. Я сейчас тебя выключу и опять подключу. Хорошо? Давай. Хорошо. Ага. Муратова, 1984. Еще раз постучись, пожалуйста. Муратова, 1984. Еще раз постучись, пожалуйста. Муратова, 1984. Сейчас ждем Муратова. Все-таки там что-то у вас с интернетом, Инура. А вот, видно. Круто. Видно? Да, видно вас. Ставьте теперь телефон, дышите. Теперь мы вас видим, будет так интереснее. А то... Плохо слышишь. Тяжело так. Что теперь? У вас интернет нормальный или нет? Теперь я вас не слышу. У кого-то интернет глючит. У меня вроде пойдет такой нормальный. Вам может в другую комнату поближе к Wi-Fi подойти? У меня Wi-Fi здесь рядом. На. В принципе. Сейчас я на кухню перейду, может быть там лучше будет. Это Нора Викинг прям жестко вообще. Не слышат у вас совсем. Вижу хорошо. Что-то с интернетом видать. Либо у вас, либо у меня не протаскивают. Вы опять подвисли. Давайте еще раз попробуем отключиться. Давай попробуем еще раз. Посмотрим. Мисс Диор, давай сейчас еще раз Айнеру попробую и я вас этот еще раз подключу. Мратова. 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 Что у вас виснет? Это у меня виснет в смысле или у нее виснет? Вот сейчас прям хорошая передача. Я не знаю, что вы сделали. Видно меня? Вас очень хорошо стало видно. Намного лучше. И скорость. И звук лучше. Вы что сделали? Не знаю. Я ничего не делала. Хорошо. Все. Вставайте, дышите. Главное теперь не шевелитесь с телефона. Закрывай глаза, вдох через ног, выдох через рот. Просто дышим. Еще глубже. Вдох. анales на резюме. Вдох. Вдох. Т cree. О Hubche так ET. Вдох. Вдох. Назвите напряжение. Вдох. Вдох. Капкаф. Спасибо. Свечаствие. меня, да? Я тебя слышу, тебя люди не слышат, я опять позависла ты. Да, я хорошо вас вижу. Что-то сопротивление какое-то. Мне продолжать, да, дышать? Давай, подышу уже. Темный не мешает. Темный сейчас удалим, еще раз какой-нибудь херме напишет, поставлю в блок вообще. Дышу глубже, она не ушла, она здесь. Дышу глубже. Дышу глубже. Дышу глубже. Дышу глубже. Абакаров, тебе вообще хотя бы лет 15 есть? Мне интересно в чем-то. Я дышу с энергией, у вас макушку заболело. Хорошо, дышу глубже. Мы дышим глубоко, просто вообще с не видно. Абакаров, дышу глубже. Игра, что мне... Я тебя плохо вижу. Ты почему? Странно. Алло? Айнура? Да, я здесь, я вас вижу и слышу хорошо. Очень странно. Что ты делал? Тебе 22, а ведёшь себя как прищавый подросток. Ты всё хочешь привлечь себе внимание какими-то выпадами и тупыми, если честно. Это, Айнура, сейчас не тебе, ты дошла. Ага, не понял. Очень непросто. Шарин, шоу. Ничего. Ну ладно. Нос капец. У меня левое ухо почему-то так сильно закладывает, как при взлёте. Это не хочу слышать женщину. Это какая-то женщина есть, которую ты не очень-то любишь. Слушай, которая тебя прям достала. Которую постоянно получает. Обычно это мама, заловка, свекровка, сестра. Блокнуло его, не переживать. Дышу с ней и текут слёзы. Хорошо. Чем неужелино. Ещё. горе пиши почему кажется приходится каши и уплевываю это блоки твоего нет это тут пишут вот ты тебя сейчас как чувствуешь руки ноги чё происходит у меня руки немножко не имеют ухо заложила голова не кружится не имеет что ли непонятно хорошо миздер я вас давайте вас с вами тоже потом попозже поработаем айнуру бы хотел еще увидеть вот это с серьгами которые купила не купила или свои ощущения от примерки чтобы поделил спасибо тебя бы с тобой похмелелся кто же посмотрели бы извините да да я его жду супер у кого сопли текут в общем идите сморкайтесь потому что это блоки выходит соплями и слезами и тошнотой рвотой ангиной температуры головной боли вы можете все одновременно дышать сейчас даже и у вас будут блоки выходить я еще по принимаю на сегодня я тоже а ну поюту желание купить конечно в детстве хотелось жить когда мама ругалась известно меня в образу жизни это надо письмо прощения писать и простить маму но штат не сможешь айнура дышим что происходит нос щипит голова кружится левое ухо также заложено здорово и прямо на выдохе выкашливая сейчас будет получаться кашель выпускаем от холода не менее все это хорошо если у нас ущипит и в правом ухе в правом ухе тупой комок это не хочу слышать мужчину снимите с меня блок пожалуйста сейчас дыши глубже и он сам уйдет что это только дошла не поняла это работа с блоками в общем вам надо будет просто дышать вдох через нос выдох через рот и мы с вами поработаем тоже на самом деле вы можете не ждать прямого ну то есть когда мы с ней закончим вы можете сейчас в эфире прям вместе с ней дышать и все у нас получится артур дыши после прошлого эфира прямого эфира не могла до пяти утра вот такой заряд энергии у меня поясница болит хорошо я боюсь просто дальше дыши выдыхай и грудит дырка что это больно чуть нажми и прям выдыхай тоже игорь привет ты сила спасибо у меня левая сторона у баша видится а там ничего нет хорошо и голову видит в разные стороны у меня сердце закололо верненько как дела у меня сердце у меня к коленке болит я не знаю как вас зовут у вас ник артур поэтому артур поменяйте ник тогда или зайдите со своего телефона потому что так не поймешь что показывать ну вращать что с тобой происходит у меня голова кружится как будто в сторону китай заложено теперь грудь как будто немеет сверху из груди теперь вот эту боль прям выдыхай игорь доброй ночи в прошлое воскресенье у нас был с вами эфир у меня был кашель с эфира кашель прошел потом в течение 3 дней был очень сильный кашель будто все черное выходило из меня супер вам легче стало я вам освещать все прошли тренинг и положительные отзывы даже после мастер-класса здорово спасибо большое за отзывы потому что отзывы сдают силы я понимаю что это не зря и что это не помогает поэтому большое спасибо за обратную связь сегодня прямой эфир был еще в этот когда ехали из офиса домой довозил оператора которого когда про таланты так интересно сейчас вы кого загрузил всего два часа 134 просмотра уже индивидуальные сессии такого просмотра не набирают почему не так быстро идея привет круто трошка телу прошла хорошо я душу но мозг пока не рубы не врубается а что значит спина слева корнил под левые лопатки куда-то кто-то толкает напряжение. Это, скорее всего, вампирит мужчина. Вы молодец, спасибо. У меня сознание вернулось к первому просмотру в Ютубе. Спасибо большое, классно. Поверила в вас сразу. Мы сейчас стали переводить некоторые ролики на английский язык. И теперь англоязычный Ютуб мы тоже потихоньку хотим захватить. В Ютубе эмоциональную свободу забьете, и там меня много. Начала писать прощения. Круто. Зато почему-то мне стало легче. Намного больше. Большое спасибо, что вы есть. После эфира стала плакать и за мелочи. И сейчас опять. Спасибо вам огромное. Живите долго. Большое спасибо. Вы дышите и плачьте дальше. Это здорово будет. А в рот бросать? Не понял я вас сразу. Айман. В рот бросать. Я думаю, что это такое. Какие-то новые словосочетания. Стали ноги каменные. Ноги каменные. Это нежелание идти сейчас куда-то. Поэтому важно захотеть идти дальше. Так. В подброс. Это под кожей холод спины особенно. Ляжки до колена. Ляжки до колена. Это прошлое. Я не отпустила. Настоящий не хочу идти. Это обиды в прошлом. На мужчин и на женщин. Под кожей холод со спины. Это нехватка любви и энергии. Это нужно выпускать, дышать и выдыхать дальше. Игорь, хотел написать вас, смотря сейчас ваш эфир, заболела голова. Область лба с правой стороны. Почему так происходит? Область лба с правой стороны это височная доля. Правая. Это отсутствие радости с мужчиной. Это значит, что у тебя нет в проекте не мира, что ты с мужчиной можешь быть счастливой. Все тело стало тяжелым, потому что это блок. Выпускай слабость, выпускай усталость свою. Кстати, иностранцев принимаю. Холод. Это же вампиры. Лейки мятой, что ли, пахнет здорово. Элементол. Кайф. Все немеет. Здорово, холодно, дрожь потемная. Я пишу письмо. Ладошки, голова кружится, сильно кружится голова. Это нормально. Айнура, что ты с собой? Айнура! Айнура, я тебя не слышу. Ой, понял. Ага. Колено у матери часто беспокоит. Ничего. Колено, колени болят тогда, когда ты прошлое не отпустила и в настоящее не хочешь идти. И тогда оно блокируется. Тогда болят колени. Содержание письм прощения никогда не будет одинаковое, ну, в основном не будет одинаковое, потому что вы просто не вспомнитесь. Неприятное ощущение солнечного склетения, это боль в душе, это выдыхай и выплакивай. Или желудок, желудок. Айнура! Я тебя не слышу, честно, я не понимаю, что там с тобой происходит. Давай, мы лучше с кем-нибудь еще поработаем, а ты в эфир пиши, ладно, что с тобой? так как-то тяжело. Рот не закрывается, зеваю. Где там мисс? Так, айнура, ты где? Так, вот так. Боли, челюсть, это агрессия, прям выдыхай. Привет. Hello, everybody. Как дела? Ты прям на иностранку похожа. А я работаю еще время. Ты на селье зарабатываешь, или что? Да, я коплю. Вот, когда мы первый раз рассматривали мой месячный доход, вроде бы неплохо шло, я чувствовала, что я соглашусь, и я пойду и возьму. Конечно же, немножко пугала, как я буду жить оставшийся месяц, но я уже готовилась, а пришла, я увидела сельги, в которые я влюбилась, я в них влюбилась, я их хочу. Но когда я услышала цену, у меня прям, я написала все эмоции, большинство в последнем посте, тоже почитайте. Хорошо, я еще репост делаю. Да, и я вот хотела спросить, почему запала на такие дорогие, потому что раньше я вообще даже себе такого не могла позволить, и я бы никогда бы не затащила себя в такой магазин, чтобы просто даже смотреть. Может быть, это я пугаю, специально себя пугаю такими суммами, чтобы я о них даже и не мечтала. Я тебе сейчас объясню, что произошло. Это, представь, ты всю жизнь ходила там в узбечии, кушала где-то, да? Да. Вот, в столовых, там где-то, там в кафешках каких-то таких. И тут ты попадаешь в ресторан дорогой, где обед стоит там не полторы тысячи тенге, а стоит, допустим, пятьдесят тысяч тенге. В твоем понимании это будет очень дорого, и ты, когда будешь кушать еду, тебе будет казаться, что пятьдесят тысяч это точно не стоит. И тогда когда будешь кушать, ну не так и вкусно, было бы там, вот плов бы просто поел, или еще что-то, мозг будет тебя отговаривать от этой, он будет тебя убеждать, что это, короче, дорого, и это столько не стоит. То, что с тобой происходило в магазине, когда ты позвонил, это было то же самое. Понимаешь? Ты такая, мне нравятся эти серьги, классные, сколько стоят, там тебе сумму озвучат, ты такая смотришь, думаешь, ну блядь, они же не могут столько стоить, ну их нахер вообще. Да, у меня чуть ли уши не отвалились вместе с ними. Да, да. Я думаю, ты когда их купишь, ты справишься с этим как-то. Ну, я их уже хочу, это знаете, такое непередаваемое ощущение, хотя всегда акцентировала свое внимание на качестве духовных качествах человека, все такое, смотрела, какие я получаю эмоции от чего-либо. я не думала, я не думала, что я такая материалистка, это ведь в принципе, ну, хороший, дорогой металл, но я себя так почувствовала кайфово, действительно, вот как этот, как императрица, я тоже там в посте ее закинула. Обалденная, и я такая жмотина, я как уже говорила, я всегда, когда хожу за продуктами, если на рынок езжу на оптовку, я торгующий, у меня еще какие-то такие есть рейдерские замашки, я наезжаю, и чуть ли не заставляю, чтобы мне бесплатно все там нагружали, таскали все, а потом я думаю, ну, блин, ну, жмотина, что ты торгуешься, тут серьги стоят столько, полтора ляма, а ты за помидорой торгуешься, пошла себе, вот уже начало меняться сознание, пошла себе в этот, в супермаркет, в Галмарт, накупила всего, и действительно начала рассматривать весь свой гардероб, уже пошло, и я думаю, зачем я эту, всю эту хрень после себя держу, которую я не ношу, и я не знаю, там, это вообще даже рядом не будет стоять с этими сережками за полтора ляма. Это представь, ты еще не купила. Это я еще не купила, я только, померила. А уже началось? Да, это вот вообще, я такая думаю, если будет серьги за полтора ляма, мне все-таки нужно будет убедить себя, наверное, в том, что действительно они не столько много всего значат, значит, нужно действительно еще что-то дороже, чтобы я не сходила с ума по сережкам, которые всего лишь, всего лишь-то сережки, но стоит целое состояние сейчас для меня. я прям рад, что ты нашла. Да, если бы не вы, я бы не в жизнь, никогда бы не зашла в такой магазин, и не мерила быть такие сережки, никогда. Я так считаю. А еще один момент у меня появился, там я и начала рассматривать часики, и действительно, это вот что-то такое непередаваемое, волшебное состояние, новое. Я так ждала новых эмоций, новых ощущений, и не думала, что могу получить от примерки, от познания таких вещей, аксессуаров. Ты когда потрачу полтора миллиона, знаешь, какая духовность у тебя будет высокая? Ты светиться у тебя будешь изнутри. Вы видели, как у меня глаза светились? Мне казалось, что у меня эти бриллианты через глаза просвечиваются. Духовность резко возрастает. А вот как это связать? Потому что я раньше считала, что духовность никогда не может соприкасаться с материальными ценностями. Смотри, семь чакр. Все знаем, да? Семь чакр. И первая чакра это желание жить, это вот страсть, ну это вот туда. Вторая чакра это то, насколько ты можешь зарабатывать. Это насколько ты изобильен. И вот именно вторая чакра, она самая легко сдвигается. Это за счет вторая чакра отвечает за секс и за твой денежный поток. и все. И когда ты раскручиваешь какую-то любую семечку,